Привет, мои хорошие. Пришла я домой после процедуры. Не я делала, конечно же, после Зулечкиной процедуры. Честно сказать, по впечатлениям. Зуля молодец, так держалась. Это оказывается очень больно. Она даже не пикнула ни разу. Теперь у неё будет кожа зажевать, корочка покрываться и так далее. Но Зулечка говорит, эффект бывает. Не знаю. Не знаю. Я её воспринимаю такой, какая она есть. И как бы у меня без разницы, что там у неё с кожей. Проблемная она или нет. Но каждая девочка хочет стать ещё красивее, чем она есть. И я в этом не вижу ничего плохого. Вот. После цены на косметологии мы с ней поехали в ЗАГС. Я забрала своё свидетельство рождения. Наконец-то. Ой, ну не прям наконец-то. Я вчера только поддала заявление. И сегодня оно уже готово. Так что теперь у меня есть новое свидетельство рождения, нового образца. Зачем я это сделала? Затем, что я в Фейсбуке часто читала посты наших девочек русскоговорящих, что для получения гражданства требуется свидетельство рождения, желательно нового образца. У кого старого образца, говорит, проблемы возникают. Ну, кто-то говорил, что проблем нет, кто-то говорил, что есть. Ну, я думаю, раз я нахожусь здесь, заодно сделаю. В принципе, это дело пятиминутное. Очень всё быстро сделалось. Вот. И что я ещё хотела сказать? Хотела поблагодарить. Поблагодарить моих позитивчиков за то, что вы у меня есть, за то, что вы меня поддерживаете, за то, что вы мне пишете. Вообще за то, что вы просто смотрите даже меня. Мне приятно, что меня смотрят хорошие, добрые, позитивные люди. Я всегда за качество зрителей, а не за количество. Всегда за это было. И поэтому у меня в каждом видео написано то, что написано. Не буду говорить, что. Вот. Поэтому я благодарна каждому из вас. Я благодарна каждому совету, который вы мне даёте. Это именно те советы. Вообще, знаете, один и тот же совет можно дать по-разному. Как у меня часто бывает на канале, есть люди, которые меня любят, а есть, которые меня не любят. Вот те люди, которые меня любят, и... Точнее, которые любят смотреть мои видео, будем так говорить. Потому что за что им меня любить, в принципе. Которые любят смотреть мои видео, они совет могут написать так, что тебе и прочитать приятно, и ты захочешь это сделать. Я часто скриншот делаю этих советов. Что где купить, что где можно найти, или что-то вот такого рода. Какой-то препарат лучше, какой-то хуже. Врача какого-то посоветуют. Я часто делаю себе скриншот. У меня телефон полный этими скриншотами. А есть такие, которые меня не любят, и всё равно смотрят. Я их называю мазохистами своего рода, всё равно смотрят. И вот они могут тоже мне что-нибудь посоветовать. Но посоветовать так, что... Вы знаете, два слова прочитаешь, уже понятно. Человек хочет тебя оскорбить. Просто показать, что он такой умный, а ты такая дура. Якобы он вырастил чуть ли не в свою страну и знает, как нужно растить детей и вообще, как правильно жить. А ты ничего в жизни не понимаешь. Поэтому я говорю, что один и тот же совет можно дать по-разному. И одно и то же мнение тоже можно высказать по-разному. Не зря же говорят, что есть люди, у которых стакан наполовину пуст, а есть у которых наполовину полон. Вот я отношусь к тем людям, у которых стакан наполовину полон. И львиная доля моих подписчиков и зрителей тоже такие же. Это на заднем фоне заворотничок. Воротничок, мои люди, это... Кстати, они спят. После массажа спят. Сегодня, по-моему, у нас был восьмой уже массаж. Меня не было, когда проходила массажистка. Я пришла домой, а деточки спят до сих пор. Ночью дочь опять не спала, поэтому... Вечерний массаж тоже не помогает. Ну, не вечерний, прям вечером-вечером нельзя делать массаж. Мои хорошие, кто мне советовал. Массаж вообще желательно делать первой половине дня. Но так как мои дети поменяли день с ночью, мы думали, если делать его во второй половине, хотя бы в три, в четыре, в четыре проходила наша массажистка, что может быть после массажа они будут спать лучше и ночью проспят. Ну, нет, не помогло нам пока. Я вообще решила с этой ситуацией смириться, не хочу мучить детей. Блин, я о чём говорила и опять о детках. Опять о детках. Я понимаю, кому-то, наверное, скучен стал мой канал. Всё время одно и то же. Но, извините, у меня канал не развлекательный. У меня канал о моей жизни. Какая жизнь, такие видео. Сейчас вся моя жизнь вокруг моих деток, вокруг моих цыплят. Поэтому другого от меня не ждите. Даже когда я поеду в Турцию, ничего другого не будет. Будут 98-99% моих видео будут о детях. Потому что они сейчас вся моя жизнь. О чём я говорила? Вот спят деточки. Я же говорю, память тупая. И я хотела поблагодарить за то, что вы со мной. То, что 90% моих зрителей – это такие же люди, как и я, у которых стакан наполовину пуст. Я очень рада, что нас много. Что мы в такое нелёгкое время улыбаемся. Что мы радуемся просто хорошей погоде. Просто, просто улыбаемся. У меня, знаете, у меня часто бывает… Ну, здесь у нас, в Дагестане, это вообще не принято. Я иду и замечаю, что я просто улыбаюсь. Нет, я просто забыла. Просто идёшь и улыбаешься. А чём ты с вами задумывалась? Идёшь и улыбаешься. Ну, о чём-то о своём понятно уже, о чём я думаю. А здесь это не принято. Чему-то у нас… Хоть у нас народ такой добрый, гостеприимный, но почему-то у нас не принято на улице улыбаться. Неправильно понимают. Особенно, если девушка будет идти улыбаться. Особенно, если она молодая. То сразу подумают. О, она что-то ищет. Вот. Нужно улыбаться. Если не просто так, на улице, чтобы это не было смехом без причины, признак дурчины, то хотя бы знакомым людям дарите улыбку свою. Не будьте хмурыми, не будьте озлобленными. Серости и негатива вокруг нас и так хватает. Поэтому нужно искать позитив даже в том, где вы как бы изначально думаете, что его нет. Нужно постараться искать. Ну а что делать? Это жизнь. Все мы её проживаем. Ладно, опять меня заносит. И по поводу моих, вот, тоже часто то, что пишут, то, что я кривляюсь, манерно и так далее. Девочки, я не кривляюсь. Я человек такой. Ну пора бы уже понять, наверное. У меня в феврале, по-моему, в конце февраля или марта, я точно не помню, будет два года, как я веду канал. Я человек такой, я разговариваю вот так. И ради того, чтобы кому-то понравиться, я из кожи вон весь не буду переставать кривляться или что-то. И человек такой, я привыкла так разговаривать. Поэтому или воспринимать меня такой, какая я есть, или проходить мимо. Как я и говорю на моём канале, будут зрители, это, в принципе, могут быть любые, я с ними ничего не могу поделать. На моём канале будут те комментарии, которые угодны мне. И я не хочу видеть у себя в комментариях грязь, потому что это читают мои зрители. Им это неприятно. Человек приходит за позитивом и находит эту грязь. Я тоже заметила за собой, я в последнее время стала как ёжик. Я надеюсь, что это из-за гормонов. Когда вижу какой-то негатив, стараюсь тоже негативно ответить. Мне это не нравится в себе, я буду это пресекать в себе, потому что это не я, я такой не была. И я такой становиться не хочу. Поэтому если я буду видеть негативный комментарий, я тихо-молчо просто буду блокировать людей, как и предупредить под каждым видео. Поэтому будьте на позитиве, радуйтесь, любите себя, окружающих. Погоду, солнце, проснулись, солнышко светит, всё хорошо, вы живы, здоровы. Ваша семья, ваши родные живы, здоровы, вы сыты, крыша над головой есть. Что вам не хватает? Вот я иногда у себя спрашиваю, когда моё настроение хочет куда-то уйти, я говорю, а что тебе не хватает? Ты здорова, как корова. Ну, какое бы это некрасивое слово ни было, корова даже, очень даже макаротное животное. Здорова, не кривая, не касая, сытая. Крыша над головой есть, всё тебе Всевышний даёт. Поэтому он каких-то замечательных деток мне ещё и сейчас дал. Поэтому чего тебе быть без настроения, унывать? Поэтому мне, например, стыдно будет ходить без настроения. Девочки, я уверена, что у каждой из вас есть то, чем вы должны быть довольны, за что вы должны благодарить Всевышнего. Поэтому давайте не будем гневать его, не будем злыми, недовольными. Всё у нас в этой жизни хорошо. Не будем говорить, что всё будет хорошо. Всё у нас и так хорошо. А будет ещё лучше. Ещё лучше будет обязательно. По-другому даже и не думайте. Я всегда себе даю установку, что будет ещё лучше. Кстати, я, может быть, когда-нибудь расскажу об этом, но некоторые вещи, о которых я думала раньше, в прошлом, что у меня будет вот так-то, вот так-то. Каждый же представляет свою жизнь, будущим, себя, будущим. У меня некоторые вещи сбылись. Может быть, я когда-нибудь поделюсь об этом? Я не знаю. Не знаю, пока не готова, но, может быть, поделюсь. Но сбылось хорошее, только хорошее. Вы же себе плохое, в принципе, не представляете в будущем. Вы себе представляете, как вы живёте, где вы живёте, с кем вы живёте и так далее. Поэтому у меня сбылось хорошее. Я каждому из вас желаю, чтобы у вас тоже сбылось всё то, о чём вы думаете. Даже не всё то, пусть хотя бы одно ваше желание, которое вы искренне желаете, пусть оно сбудется. Пусть вы на шаг ближе хотя бы станете к своему желанию, к своей мечте. Хотелось бы, чтобы каждый человек приблизился к своей мечте. Жизнь у нас одна, она короткая, кому-то она дана вообще короткая, поэтому тратить её в пустую на какой-то негатив нет смысла. Позитив, позитив, ещё раз позитив, внесём массу позитив. Я обещаю, я обещаю, я даю слово, я всегда тяжу своё слово. Я человек слова. Никогда у меня не было такое, чтобы я бла-бла-бла-бла-бла сказала, сделала по-другому. По крайней мере, я такого не помню, если не было такое, напомните мне, пожалуйста. Кроме видео с мамой, вопросы-ответы, ещё не снимала его, но оно будет обязательно. До моего отъезда я обязательно его сниму. Я не забыла об этом, мама тоже помнит. Например, вот сейчас я могла бы его снять. Я свободна, дети спят, но мама тоже спит. И о чём я говорила? Так, несём позитив. Я обещаю, что я не буду отвечать грубостью на грубость, которую мне хамство на хамство, оскорбление на оскорбление. Не буду посылать в пешие путешествия, как я в последнее время делала. Я поняла, что это бессмысленно, потому что ты человека посылаешь в пешие путешествия, он моментально создаёт другой аккаунт, или у него их там до хрена, до хрена, да, хрена до овощи. И тебе с другой уже пишет тот же самый комментарий, из-за которого ты его заблокировал. Ну ты просто детский сад, клянусь. И вот, я обещаю, что я не буду реагировать. Не то, что не буду реагировать, я не буду отвечать на это всё, я буду просто молча блокировать. Даю вам слово. Если вдруг, если вдруг, где-нибудь под видео, после вот этого видео, вы увидите, что я кого-то оскорбила, кого-то куда-то послала, кого-то нахамила. Можете мне об этом напомнить, можете сказать, Фатима, ты слова бросаешь на ветер. Я не обижусь ни на кого. Вот. Я даю слово. Но дайте слово и вы, что вы будете добрее к людям, что вы будете видеть во всём позитив, стараться видеть во всём позитив. Будете улыбаться людям. Знаете, вы утром встанете. Я тоже, кстати, я утром встаю очень тяжело. Очень тяжело встаю. У меня бывает всё тело разбитое. Вы не думаете, что я такая, а, улыбаюсь, всё хорошо, что прям я порхаю, как бабочка. Нет. Я, если пару часов, два-три часа даже посплю, я просыпаюсь разбитая, спина болит, всё болит. Мне минут 15 нужно, чтобы раскачаться. Чувствую себя, как старушка. Я заставляю себя вставать, потому что по-другому нельзя у меня делать очки. Раскачиваешься, и всё, и вперёд. Вперёд. Будет улыбаться, и, наверное, думаете, вот у неё такие прекрасные отношения с мамой. Они шутят, как подружки. Да, мы шутим, как подружки. Да, у нас прекрасные отношения. Но у нас тоже бывают ссоры. Мы такие же люди, как и все. У нас тоже бывают недопонимания. У родителей и дети отношения никто не отменял. Поэтому у нас всё то же самое, что бывает у вас в семье. Просто я на этом не акцентирую внимание. Даже если мы с мамой поссорились, через полчаса мы будем разговаривать, как ничего не бывало, как будто этой ссоры не было. Чё-то я сегодня заболталась. Просто хотела сказать, потому что получилось свидетельство о рождении, ну вот меня понесло. Ну и вот, подытожу, мои хорошие, мои позитивчики. Спасибо вам. Я читаю ваши комментарии. Если я кого-то не прочла, кому-то не ответила, не обижайтесь, пожалуйста. Ну, я физически не могу все комментарии прочесть. И тем более ответить на каждый комментарий. То, что я увидела, я захожу на YouTube, и я вижу последние какие-то комментарии, я их увидела, прочла, отметила сердечком. Не обижайтесь, пожалуйста. Всё. Ещё раз говорю, спасибо, что вы у меня есть. Огромное спасибо, что вы меня терпите. Огромное спасибо, что вы во мне не разочаровались. Пока.